И всем привет, ребят, с вами Матвей. Я заметил, вам очень понравилась тема с оптимизацией Фортнайт Мобайл, да и меня эта тема не оставляет никак в покое, но к моему большому удивлению, на днях я нашёл решение моей проблемы. Так что сегодня я вам расскажу, как убрать лаги в Фортнайт Мобайл. Ну а перед тем, как я вам это расскажу, вы должны обязательно подписаться на мой канал, включайте оповещения, ведь только так вы сможете всегда быть в курсе моих новых видео. Но после того, как вы подписались, ни в коем случае нельзя забывать, что наилучшая поддержка меня это мой тег авторомотивкар в вашем ежедневном магазине Фортнайт. Смело водите его и покупайте исключительно с ним. Делайте скрины ваших покупок и отсылайте их в мою официальную группу канала ВКонтакте. Обязательно рекомендую чекнуть мою группу в ВК, только подпишавшись на мою группу вы будете всегда в курсе событий моего канала. Также там куча годных мемасов по каналу и не только. Так что смело подписывайтесь и оценивайте контент, мой админ старается. Ну а теперь приступим к сегодняшней теме. Наверное, вы уже все слышали про анонсированный турнир от Galaxy, в котором можно будет получить скин. Но я, как лучший игрок на Android, не могу пропустить такое событие. Что всех вас жду на своем канале 25 июля, буду стримить турик. Но ребята, которые меня уже смотрят, наверное, зададутся вопросом. Матвей, а как ты собираешься стримить турнир, когда у тебя так лагает игра? Но на этот вопрос у меня есть два пути решения. Во-первых, стримить я, наверное, буду с другого устройства и будет что-то по типу хендкэм. Во-вторых, я недавно открыл для себя способ, как убрать лаги в Fortnite Mobile, о которых мы как раз-таки сегодня и поговорим. Мне под видео кто-то оставлял комментарий и рекомендовал перезапустить игру. Ну и я подумал, почему бы и нет, раз такое безвыходное положение, надо попробовать. И после того, как я установил Fortnite, лаги убрались. Да, можно подумать, такой легкий путь решения данной проблемы. Но как бы не так, потому что лаги всё равно возвращаются. Игра идёт у меня идеально в 30 фпс, только в первые часы после установки. В чём этот способ реально помогает, потому что игра у меня идёт конкретно стабильно. Так что объясняю. Потренировавшись перед турниром, я просто переустановлю игру и буду выносить сервер все следующие три часа игры. Для сравнения, как сильно меняет переустановка мою игру, сейчас приведу вам пару скриншотов. На этом снимке я играю до переустановки. Ничего необычного, а типичные 15 фпс я к такому уже привык. И эта же игра была запущена после переустановки Fortnite. И вы просто посмотрите. Даже с учётом того, что я записываю видео, я имею стабильный 30 фпс. Да, вы можете возразить, что это не 60 фпс, как так играть. Но ребят, я вам настоятельно рекомендую пересмотреть моё предыдущее видео. Где я разъясняю реальный 60 фпс в Fortnite Mobile. И думаю сделать такой же вывод. Лучше стабильный 30 фпс, чем 15-10 фпс в среднем. Хотя и стоит в настройках 60. Фух, в этот раз быстро уложился. Но раз время ещё осталось, хочу немного поговорить про мой канал. Я буду очень рад, если это видео смотрит какой-то человек, который ещё не подписан на мой канал. И вообще никак с ним не знаком. Так как я хочу заявить, что я не позиционирую себя, как супер неприкасаемую личность. Вы можете смело добавлять меня к себе в друзья в Epic Games. Мой ник Motivcar.ut. Я с радостью со всеми играю. В творку, в арену, неважно во что угодно. Играю, для меня это весело, мне нравится. Даже скажу так. Если человек мне особо нравится. Он со мной хорошо общается. Вводит мой тег автора. Лайкает мои видосы. Рассказывает о моём канале своим друзьям. Таким я готов даже подарки в Fortnite делать. Есть у меня такой уже один знакомый, друг, с которым я играл в Fortnite. Он молодец. Вводит мой тег автора. Рассказывает обо мне своим друзьям. Вот такому даже и кирку как бы не жалко подарить. Опять же говорю, мне не жалко что-то дарить вам, если вы вводите мой тег автора. Потому что с этого я получаю деньги. Ну а раз вы такие молодцы, я не против какую-то часть отдавать вам. Всё в ваших силах. Ну а на сегодня это всё, что я хотел сказать. Если у вас лагает Fortnite, то обязательно попробуйте переустановить игру. И отпишите в комментариях, работает ли этот способ. Также обязательно сделайте это пацаны, которые играют на айфон. Потому что я не знаю, работает ли это там. Если же вы впервые на этом канале, то обязательно подписывайтесь. Впереди у меня запланировано ещё много интересных видосов. Коллабораций с кланами, с ютуберами. Так что, чтобы не пропустить, обязательно подписывайтесь на канал и включайте оповещение. Лайк этому видео, если вам оно понравилось. Не забывайте, что 25 июля у нас стрим. И питьевком и коряк, если досмотрели до этого момента. Субтитры подогнал «Симон»